Профессор Юлия Валерьевна Кулизнева, Московский клинический научный центр, поделится опытом Центра по антиградному тренированию в желчных протоках при опыте Куликватска. Да, это несколько такая. Сейчас будет альтернативный доклад. Несмотря на многочисленные публикации, несмотря на многочисленные работы, по-прежнему сохраняются вопросы, по крайней мере для нас, для интервенционных радиологов, которые очень тесно работают с гепатохирургами. Которые касаются непосредственно опухоли Кладскина. В первую очередь, это все-таки опять вот этот больной вопрос, как дренировать. Во-вторых, техника дренирования в плане того, как надо устанавливать дренажи. Нужно ли дренировать при опухоли Кладскина бисмут-3Б и сколько дренажей нужно устанавливать вообще. По поводу антиградных. Ну, давнишние, конечно, данные 2008 года, которые указывают, что, в принципе, конечно, антиградные методы связаны с большим количеством осложнений по различным тех лет метаанализам, по сравнению именно с ретроградными. Что, собственно, является в основном аргументом против них. В основном это связанные осложнения с дислокациями дренажа. Чаще всего реже бывают геморрагические осложнения. И тот пресловутый холонгит, который тоже может возникать в разном проценте случаев. Мы поговорим сегодня об этом. Одним из минусов и категорическим отказом практически уже от антиградных методов является возможность и риск развития имплантационных метастазов. Результатом этого стало то, что известная клиника Нагина уже за последние 8 лет практически полностью отказалась от антиградного дренирования, перейдя к ретроградным. Однако публикация очень недавняя, 2015 года, показывает нам, что в целом при проведении достаточно большого диапазона исследований многолетнего было показано, что в послеоперационном периоде частота возникновения имплантационных метастазов после выполненного ранее эндоскопического или чрезкожного метода лечения примерно одинаковая. Поэтому здесь возникают, собственно, вот эти вопросы, кто, что называется, больше прав. Кроме того, при ретроградных вмешательствах уже тоже известно гораздо больше частота развития холонгитов. И здесь надо сказать так, что да, вот клиника МОИО, известная американская, считают действительно, что можно выполнять при высоких, при проксимальных блоках ретроградное дренирование, но больше, чем у половины больных, в последующем необходимо все-таки дополнять методы чрезкожными и чрезпеченочными вмешательствами, которые, на самом деле, являются быстрее и гораздо приводят к терапевтическому эффекту в плане снижения билирубина. У нас фактически за три года чуть меньше было 96 больных с верифицированной опухолью Кладкина. Распределение по степени разобщения представлено на слайде, то и в основном это была третья степень. Из них часть была оперирована, часть не оперирована. Примерно, ну, конечно, при четвертом типе больше было не оперированных больных, но, тем не менее, они были оперированы тоже. На первом этапе, безусловно, всегда это лучевая диагностика для определения типа опухоли и определения степени ее резектабельности. Естественно, по возможности старались это делать до установки дренажей, чтобы не было никаких артефактов. И на следующем этапе, сразу после этого, практически там ближайшие несколько, там, сутки-двое, выполняли антеградное дренирование желчных протоков в зависимости от того, что там было по разобщению. По разобщению, по степени разобщения. Соответственно, мы получали дополнительную информацию, дополнительную относительно степени разобщения, протяженности, стриктуры, длины правого или левого долевого протоков, то есть, опять же, возможности выполнения в последующем радикальной операции. Какие у нас были осложнения? Ну, понятно, самая частая дислокация дренажа, которая, по возможности, мы достаточно быстро старались это корректировать, то есть, либо восстанавливать нормальное положение дренажа, либо при полном выпадении радренирование. Холонгит. В основном холонгит был обусловлен какими-то недренируемыми протоками, и просто приходилось дополнительно дренировать те протоки, из которых плохо опорожнялось, которые были результатом воспаления, гнойного воспаления. Ну, в отдельных случаях развивались вот такие вот холонгиогенные абсцессы, которые тоже дренировали или пунктировали под ультразвуковым контролем. Верифицированы имплантационные метастазы у четырех больных. Да, мы тоже получали больных, которым на первом этапе в других стационарах выполняли ретроградное вмешательство. У нас было примерно 30 таких больных из других клиник. У них у всех были признаки клинических холонгита, и больше того, у 25 больных из этих 30 была клиническая картина септического шока, из которой было достаточно тяжело выводить этих больных, и во всех случаях, безусловно, потребовалась конверсия доступа. Вот такая картина стенд, установленный в левой доле, холонгиогенный абсцесс вправо. На этой картинке стентирован двумя даже стендами право-долевой проток, при этом полное отсутствие эвакуации контраста из лево-долевого протока. На этой картинке холонгиограмме стенды фактически даже не доходят до уровня стриктуры, она значительно выше. Здесь пациентка с множественными вот такими очень мелкими холонгиогенными абсцессами и представляла, в общем-то, известные трудности для нас пунктировать вот эти очень узкие протоки для того, чтобы справиться с холонгитом. К счастью, нам это удалось. Еще один совершенно тяжелейший недавний случай. Пациент 34 года, четвертый тип Кладскина, которого, ну, тоже он так из нескольких стационаров перемещался, и в одном из стационаров выполнялись попытки эндоскопического дренирования разрешения этой желтухи. К нам он поступил в тяжелейшем септическом сепсисе, и в холонгиогенном сепсисе, в септическом шоке. И при холонгиографии, видите, множественные холонгиогенные абсцессы, связанные с протоками, и гроздьями вот такие абсцессы на всех субсегментарных, вокруг всех субсегментарных желчных протоках. Мы, конечно, попытались дренировать все, что мы могли дренировать, и реанимация работала, и даже пришлось в конечном итоге выполнять такую, так называемую, санационную резекцию печени, которая, к сожалению, пациента не спасла, было уже слишком поздно. Поэтому, да, и недавнее, до 2017 года нашли мы статью европейскую, которая на основе тоже большого метаанализа. Это Европа. Здесь, конечно, так же, как мы говорили про биопсию, есть некое разделение Азии и Европа. Да, японцы категорически против, ну, не категорически стараются сейчас не делать антеградные вмешательства, в то время как Европа в основном считает, что при высоком уровне, при проксимальном уровне билярного блока декомпрессия должна выполняться всё-таки антеградно, через кожаный, через печёночный. Почему? Потому что продолжительность, общая продолжительность жизни, отдалённые результаты, они примерно одинаковые, а вот ближайшие результаты и подготовка, время на подготовку к радикальному оперативному лечению, они существенно отличаются. И многие авторы так иронично отмечают, в частности, ванголик, о том, что иметь холонгит в ближайшем периоде, когда нужно вот-вот больного оперировать, это совершенно невозможно, лучше он как бы справится с риском имплантационных метастазов. Таким образом, это наше мнение, и мнение, в общем-то, в основном больше европейских и, наверное, американских авторов, что при высоком уровне билярного блока, особенно третьем-четвёртом типе по бисмуту, предпочтительным является чрезкожно-череспечёночная холонгиостомия. Следующий вопрос уже больше как бы для интервенционных радиологов, о том, как надо устанавливать наружные дренажи. Наружно, наружно-внутренне через папиллу или наружно-внутренне супропапиллярно? Вопрос обсуждается давно и почему-то вызывает такие некоторые споры. С наружным дренажом, ну, казалось бы, всё просто, поставили дренаж, но при высоком уровне билярного блока очень маленькое, так называемое, рабочее пространство внутри протока. То есть внутри протока можем завернуть только колечко, вот этот завиток дренажа, с высокой степенью вероятности его дислокации в ближайшее же время. Плюс это потери желчи. Наружно-внутренний транспопиллярный дренаж, кончики которого находятся в кишке, с одной стороны снижает риск дислокации, потому что держит структуру сама и, во-вторых, исключает потери желчи. Но, с другой стороны, и наш опыт, и сейчас я покажу опыт мировых данных, существенно, как только поставили наружно-внутренний дренаж в кишку, сразу же клиническая картина холонгита, сразу повышение уровня сои, лейкоцитов, температуры и так далее. Кроме того, одним из самых неприятных осложнений является риск развития панкреатита за счёт нарушения оттока панкреатического сока. Вот тоже недавний у нас пример. Молодая женщина, правда, там тоже четвёртый тип Кладкина, в одном из стационаров. Полтора месяца она находилась с наружным внутренним транспопиллярным дренажом и точно то же самое получили в тяжёлом септическом шоке множественные холонгиогенные абсцессы. Но в данной ситуации удалось справиться. Поставили 4 дренажа. Буквально через несколько часов пациентка почувствовала существенное улучшение, появился аппетит и прочее, то есть как бы стабилизировали ситуацию. По данным европейских авторов различной степени давности, холонгит при транспопиллярном дренировании достаточно высокая степень, от 19 до 33%. И статья 2013 года корейской клиники АСАН, у них на очень большом материале, 418 больных, тоже транспопиллярное дренирование, показало, что почти четверть больных страдало холонгитом, из них 42% сепсиса и с высокой степенью летальности. И проблема с панкреатитом, который тоже все отмечают, до 10% панкреатитов при транспопиллярном дренировании. Каждый раз мы тут как-то недавно спорили с европейцами, они говорили, ну да, но 10%, ну и что? Ну, каждый из этих процентов – это больной, который иногда, дело доходит до панкреонекроза, это каждый раз всегда тяжелая, интенсивная, дорогостоящая интенсивная терапия в отделении реанимации, и, к сожалению, не всегда с хорошим эффектом. Поэтому с некоторых пор мы начали устанавливать при высоком уровне билярного блока, при проксимальном наружном внутренней билярной дренаже, но выше уровня попилы. Их можно как бы в нужном количестве сворачивать в неизмененной, в нерасширенной части желчного протока, при этом исключается риск панкреатита, потому что никак попила не задействована, и существенно снижается риск дислокации дренажа и рефлюкс холонгита, и в то же время сохраняется пассаж желчи в 12-перстную кишку. Дренажи эти управляемы, контролируемы и заменяемы. Вот наши данные, причем действительно это могут быть и один дренаж, и два дренажа, и даже в отдельных случаях три, один был раз в четыре дренажа устанавливают. Ну, понятно, что каждый раз это некоторое такое нарушение качества жизни, но тем не менее, действительно, еще раз повторюсь, эти дренажи управляемы. Таким образом, наше мнение, мы считаем, что при проксимальном уровне блока предпочтительным способом дренирования является наружно-внутреннее суперпапиллярное дренирование. Следующий вопрос, нужно ли выполнять и когда предоперационную билярную декомпрессию? Мировые данные по этому поводу говорят следующее, что обязательно нужно выполнять, если речь идет о бисмуте, об опухоли типа 3А, и четвертом типе. В тех случаях, когда планируется длительная подготовка к операции, то есть для того, когда нужно нарастить, что называется, как мы говорим, остающийся фрагмент печени, либо выполнить химиотерапию. В тех случаях, когда у больного имеется клиническая картина холонгита или выраженного зуда. Показания к тотальному дренированию, то есть дренировать все, что можно, это холонгит после частичного дренирования, это медленное снижение билирубина и контрастирование протоков, из которых контраст плохо эвакуируется, потому что действительно, если контраст попал и не вышел, не эвакуировался из протока, скорее всего, будет гнойный холонгит через некоторое время. Считается, что 3А тип всегда требует билярной декомпрессии, а вот 3Б тип не всегда требует билярной декомпрессии, тогда, когда больного можно подготовить на левостороннюю гемегипотектомию без дренажа, дренажа, по крайней мере, ограничиться одним дренажом в правой доле. И еще говорят, мировые данные пишут о том, что к операции можно готовить, если объем, остающийся паранхемии, менее 50%, при билирубине не выше 170 микромоль на литр. На нашем опыте мы имели 13% случаев, когда больные поступали с нецелевым, так называемым, дренированием, то есть дренаж был установлен в ту долю, которая в перспективе шла на удаление. И, конечно, это привело к задержке оперативного лечения, замены дренажа и так далее. Сколько дренажей ставить? Ну, понятно, что каждый дренаж это риск осложнений, поэтому, безусловно, мы стараемся при 4-м типе Кладскина ставить дренажи в максимальную зону, где есть максимальный объем функционирующей печени. И только тогда, когда остаются недренируемые фрагменты с признаками холонгита, приходится устанавливать дополнительные дренажи. Таким образом, дополнительное дренирование увеличивает риск осложнений и в то же время ухудшает продолжительность жизни, не улучшая ее, собственно, не улучшая общую выживаемость. Поэтому, еще раз повторюсь, дренировать надо только тогда, когда есть холонгит. Теперь по поводу стентирования. Тоже такой больной вопрос. В общем-то, наверное, ни для кого не секрет, что был период времени, когда мы тоже увлекались стентированием при высоком уровне билярного блока. Сейчас мы от этого отошли, потому что получился следующий опыт, что из 14 пациентов, которые мы уже делали в клиническом центре, из 5 больных имели прорастание, отсюда нарушение функционирования функционирования стентов в ближайшие 6 месяцев. То есть, 6 это было много. И приходилось опять заканчивать это тем, что устанавливать наружно-внутренние дренажи и вести больных на дренажах. Каждый стент – это каждый раз деньги, это каждый раз риск кровотечения и так далее, и так далее. То есть, в настоящее время вопрос о стентировании более чем спорный. Правильно говорила Ольга Николаевна, кроме всего прочего, нужно еще достоверно установить диагноз и убедиться в том, что пациент неоперабельный. И в каких-то ситуациях легче иметь постоянный доступ в протоки, чтобы можно было корректировать дренажи, менять их. И это, да, это снижает качество жизни больных, но это экономит силы и средства наши. Таким образом, алгоритмом, принятым у нас в клинике, является, что на первом этапе делается ультразвук, потом выясняется, что это опухоль, ну, высокий уровень, проксимальный блок дополняется мультиспиральной компьютерной томографией либо магнитно-резонансной томографией. Если это 3B-тип, то при отсутствии холонгита больной, при отсутствии холонгита дренируется только правая доля печени. При наличии холонгита и при белярубине более 200 микромоль на литр дренируются обе доли печени. Соответственно, при четвертом типе Клацкина выполняется максимальный объем печени, тот фрагмент печени, где по ультразвуковой хотя бы картине имеется большой объем паренхима, функционирующий. И только при наличии холонгита устанавливаются дополнительные дренажи. При полном разобщении сегментов стараемся отказывать больным, потому что, конечно, невозможно делать из пациентов-ёжик и устанавливать больше 3-4 дренажей. Итак, заключение. Всё-таки мы считаем, что особенно при 4-3-4 типе Клацкина нужно на антеградное дренирование, причём наружно-внутреннее супропапиллярное. Конечно, можно сохраняется, имеет место, имеет свою роль ретроградные вмешательства, однако всё-таки наверное в виде назабиллярных дренажей хотя бы на первом этапе. Ну и безусловно, ещё раз повторюсь наверное о том, что мы сегодня говорили, что уж особенно при опухоле Клацкина крайне важный мультидисциплинарный подход с возможностью самых различных методов лечения. Спасибо. Спасибо, Елена Валерьевна, но у нас совершенно не осталось времени для вопросов, потому что Олег Олегович не позволил леди перебивать. Да.